всем привет из солнечной греции с вами юля и вы находитесь на канале вышивки крестом сегодня я хочу сделать небольшой обзор на набор на набор фирмы dimensions африканские львы этот набор у меня начать но тем не менее мне хотелось бы сделать небольшой обзор и немножко с вами пообщаться это набор из перевыпуска вышел он уже давно и я на него если честно не обращала внимание знаете это очень такой старенький популярный сюжет его раньше вышивали очень 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 много и как-то знаете его за приелся не было у меня мысли или желания купить его или вышить этот дизайн хотя очень нравится очень гармоничный красивый и такой знаете краски здесь мне очень нравится хорошо перед на небо вот но в какой-то момент наверное мой совместный проект мой любимый коты 2 меня тоже вдохновил на данную покупку какой-то момент у меня просто стукнуло по голове что я вспомнила неожиданно что есть это дизайн и что был перевыпуск и эти наборы они из перевыпуска уже начали уходить из продаж уже не во всех магазинах найдешь и я так сразу по обратилась в интернет магазины смотреть где есть еще в наличии и те магазины которые доставляют в грецию потому что не все магазины отправляют тоже в грецию вот и данный наборчик я нашла удачно заказала доставка конечно у меня дорогая но что делать и быстро он ко мне очень пришел чему я очень рада и вот этот набор я начинала открыла и начала вышивать в дороге прямо машине в во время отпуска такая небольшая небольшая ступились вступительная речь перед обзором этого набора ну чтобы было понятно почему он у меня в открытом и ночном состоянии ну так перед вами обложка здесь ничего в общем-то особенного есть на что указано что содержится русская инструкция указание на обложке размер работы 46 на 25 сантиметров работа не маленькая но так здесь небо вышивается в основном да по моему все небо вышивается полукрестом поэтому это работой на мой взгляд вот на сейчас она не сложно просто ну как бы объемная да вот ну и с обратной стороны вот так и выглядит обложка здесь есть небольшое обращение к рукодельницам она на английском я точно перевести вам не смогу но смысл заключается в том что данном дизайне используются различные стежки он хорошо проработан чтобы у рукодельницы по итогу получилось действительно настоящая картина произведения скажем так вот это вот такая вот у нас обложка но мне уже вот в таком виде согнутом дальше пойдем посмотрим схему схема здесь комплектация вот включая схема очень любопытно на мой взгляд хочу показать вам схему в первую очередь потому что здесь особо ничего особенного мы не увидим схеме она представлена на двух листах вот так разворачиваю раз лист и видите вот посмотреть какие огромные участки вышиваются одним цветом поэтому этот набор я и выбрала с собой в отпуск дорогу потому что можно взять любой участок один цвет и не надо не парковать нитку ничего просто шпари шпари вот с обратной стороны вот таких вот у нас два листа но это тоже помятые вы видите я уже над ним работала вот над этим участком бумага здесь милованная не знаю как это будет вычеркиваться маркером или карандашом но пока мне не было необходимости заниматься вот вычеркиванием хотя вот здесь где лев и трава здесь намешаны значки не то чтобы они сильно намешаны но вот в этой области я так вижу используются красного цвета значки не хоть и разные но получается такая как бы ряб в глазах я думаю что что при вышивке это все легко можно будет с этим разобраться в общем по листа вышивки схемы простите два листа схемы милованная бумага сторону классическая инструкция пояснения как найти серединку вот я вот так вот и делала в дороге вот этого я еще не делала да как начать вот можно вышивать на пальцах на рамки иглы что нужно вытаскивать под на ниточки спас не то все и вот здесь вот я так понимаю классический ключ тот ключ который был изначально в наборах американской сборки где нужно было разбирать пучки потому что здесь вот прописано на английском как нужно вести работу с чего нужно начать да весь вот ключ также здесь обращение к рукодельницам покажу поближе кто читает по-английски может прочитать понять хорошо тоже здесь указано что используется и полукресты и разные стежки и блены для того чтобы получилась более чтобы получилась такая картина с очень хорошей проработкой вот ну и с обратной стороны тоже обычная инструкция как вышивать крестик полукрестик как можно самостоятельно оформить работу вот такой у нас здесь лист дальше есть у нас еще вот два вот таких листочка это ключ здесь ключ идет на английском да и здесь представлены вот все значки то есть крест бленды чистый крест полукрест дальше полукрест идет продолжается бленды и чистый полукрест и бэкстич и французские узелки извините вот но и с обратной стороны тоже расписано вот один вот два два три два четыре это наверное как были пучки я так понимаю потому что на английском могу разобраться но по логике можно понять что это вот из старого ключа оставляется наверное для ощущения так сказать все что это переизданный набор с небольшой изюминкой старины вот ну и ключ на русском языке как было указано у нас на обложке ключ на русском языке он более понятный здесь все все цвета указаны уже на русском поэтому хорошо читается все понятно где крест где полукрест все разбито по колонкам отдельно вынесен бэкстич и французские узелки ну и глоссарий есть тоже помогает для тех кто может быть первый раз будет вышивать данный набор припаркованный иголочка с ниточкой в дороге так случилось вот очень даже интересно и удобно получается раз на русском ключ два вот на английском да очень компактно распределены значки кстати здесь около 50 значков получилось 53 51 я уже не помню и вот такой классический который тоже мы знаем как оформлялись раньше наборы американской сборки вот три ключа получается очень интересно так ниточки давайте посмотрим ниточки конечно же самое самое вкусное для каждой рукодельницы это очень такой приятный и трогательный момент когда мы открываем набор и можно прикоснуться вот к этим заветным ниточка просматривать цвета по смаковать и так сказать настроиться на процесс долгий не самый быстрый до процесс вышивки вот такие здесь представлены цвета кстати хочу вам сказать по качеству ниточек ниточки здесь очень мягкие и шелковистые очень часто в наборах дименшинс но у меня так случается что ниточки они жестковатые а здесь либо улучшилось качество ниточек либо это связано с тем что набор свеженький и поэтому они еще не не залежались но ниточки очень приятные и очень-очень конечно же красивые красота это не связано с их качеством связаны конечно же с покрасом не знаю видно ли вам цвета передает ли камера но я надеюсь что передает вот цвета в общем то здесь очень такие однородные так как у нас здесь все-таки африка саванна поэтому и львы и то трава где не находятся они такого желто-оранжевого песочного цвета и эти цвета здесь в общем то и представлены есть немножко коричневого ну и конечно же оттенки голубого цвета очень интересный цвет 14 223 он такой немножко сиреневый сиреневым отливом но сейчас на камеру он ярко сиреневый самом деле он более приглушенный вот такой интересный цвет на площадках как видите представлено очень мало небольшое количество нитей самое большое количество нитей представлено уже дополнительных пасмах и здесь их сколько 5 пасм давайте посмотрим очень много конечно же вот голубого цвета который идет на небо вот этот голубой цвет номер 17 005 вот он очень красивый такой голубенький цвет дальше у нас 15 936 тоже здесь много пасм вот такой коричневый цвет вот хорошо видно коричневый цвет дальше идет 15 350 вот такой вот песочный точно золотой тоже очень красиво и синиточки красивые что я говорю тоже красивый бывают некрасивые нитки не бывают поэтому 15 470 тоже вот такой коричневый цвет так 12296 такой желтый-желтый цвет вот такой вот вот такая вот красота такая вот здесь у нас палитра богатство буйство красок шикарно конечно сочетание вот особенно вот так голубой коричневый желтый-оранжевый красивые цвета великолепный отрез конечно же большой весь не помещается в кадр перед вами сейчас вот такой вот маленький кусочек это половина работа у меня здесь отмечена размечена ниточкой тот участок с которого я стартовала и начинала вышивать и вот первый уголочек который у меня вышелся вот совсем небольшой здесь полукрест в основном да только полукрест креста здесь совершенно нет ну и дальше я буду продолжать пока я не знаю как я буду организовывать данный процесс в дороге я вышивала на пяльцах нурге ну здесь может быть если я найду раму мне большой уже нет может быть пюс на пике я какие-нибудь подберу ну или опять же на нурге тоже в принципе очень удобно вышивается нужно будет обработать края немножко организовать этот процесс для для дома чтобы можно было парковать иголочки ну так далее в принципе так как здесь идет очень много полукреста стараюсь дошивать полностью всю нитку чтобы чтобы не парковать но в любом случае без парковки никогда не обходится приходится что-то и парковать вот так еще раз покажу вам основу видите она такая большая работа будет большая красивая яркая сочная и очень надеюсь что она у меня пойдет и не залежится вот хотелось бы еще немножко с вами пообщаться на тему моих приключений в отпуске у нас как-то не получается без приключений последнее время не всегда но последнее время вот и так как эту работу я вышивала в отпуске и с этой работой у меня связаны эти воспоминания я немножко хотела бы с вами вам это рассказать ну в общем у нас отпуск был разделен на две части первая часть это была мужа он договорился с друзьями пойти на охоту македонии вот а вторая часть это уже наша общая где мы ездили отдыхать купались ну в общем обычный такой простой опуск вот но он мне попросил составить ему компанию и поэтому мы поехали вместе с собой же собака конечно же вот все 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 вещи мы поехали в македонию где нас разместили достаточно хорошей гостиницы на берегу озера милое уютное местечко вроде бы все хорошо и замечательно и утром муж ушел на работу на работу на охоту рано утром но я у меня с собой было много книг вышивка поэтому я себя развлекала как могла вот но к обеду на противоположное на противоположном берегу озера стал появляться такой вот очень густой дым в лесной полосе через несколько минут дым стал очень густым и мы все поняли что в лесу начался пожар а озеро было как бы окружено небольшими горами маленькими такими горками которые были густо насажены там был густой лес и было очень жарко очень жарко и очень сильный ветер стал подниматься и все это спровоцировало пожар начался пожар вот мы за этим делом наблюдали ими так как ветер шел прямо на нас мы думали что сейчас он догонит этот огонь и все закончится на берегу озера дальше будет никуда идти там остановится очень сильный был пожар залетали самолеты вертолеты пытались тушить но такой был сильный ветер что не могли победить стихию но ветер был не только очень сильный но и очень непредсказуемый он резко поменял направление и огонь перебросился на на соседние горы пошел как бы так в обход там было несколько линий электропередач мы сразу же лишились электроэнергии и стала нас засыпать пеплом как на везувии в общем-то дело запахло керосином вертолеты самолеты летали как пчелки майя носили воду зачерпывали своими ковшечками в озере воду тушили тушили но ветер усиливался и огонь шел на нас и когда огонь уже подходил уже совсем рядышком и стала заметна суета официантов которые стали раскручивать пожарные шланги хлопотливый директор привез две цистерны воды приехал трактор окапывать территорию чтобы огонь не перебросался по траве в общем стало уже так бы не очень уютно но деваться было некуда мы собака сидели на берегу озера в кафе в один в одиноком таком как бы в одинокой компании вот естественно нам ничего не угрожало ну как бы дым или еще что-то собаку я из вывела мы сидели с ней вдвоем в кафе грустно смотрели на за всем этим на всей этой борьбой со стихией но слава богу стихии победили частично победили она ушла в в другом направлении отбили гостиницу и жилые дома которые были за гостиницей вот но электричество мы лишь лишь решились на некоторое время вот нам опять же повезло что хлопотливый хозяин привез сразу же через час такую очень большую электростанцию первый раз я видела такую электростанцию очень быстро и подключили опять дали нам свет жизнь в гостинице закипела заработал ресторан кафе в общем-то жизнь опять оживилась ну и казалось бы что все ну прошла стихия все хорошо на следующий день муж с утра ушел на охоту я опять одна сижу себе то в номере то опять в кафе пью кофе читаю там интернет развлекаю себя тут начался какой-то опять сильно очень сильный ветер начался дождь ну я к себе в номер ветер дождь такой был сильный что у нас опять выбило видно что-то случилось в электростанции выбило опять электричество я думаю что ну землетрясение уже скоро начнется потому что так сильно такой был сильный ветер штормовой просто вот и опять несколько часов пришлось так и чем себе не занимать не света вниз не выйти потому что очень сильный ветер ну как бы тоже не интересно в общем и это я пережила и на третий день на следующий день я когда уже вышла как бы вниз думаю ну что сегодня будет какие сегодня будут сюрпризы погоды но слава богу все было уже хорошо жара упала все эти какие-то погодные условия уже успокоились ну и следующий третий день уже прошел спокойно но на четвертом уехали вот такие вот такая вот история случилась у нас в отпуске связано немножко у меня с этим набором ну как воспоминания вот ну все проходит все можно пережить самое главное что все обошлось без каких-то сложностей но не только у меня но вообще у всех людей вокруг там вот я надеюсь вы повышевали вы немножечко со мной провели это время а я буду сейчас организовывать этот этот процесс надо обработать еще края основы не забыть обязательно буду вышивать ну конечно же потом вам покажу свои продвижения а на этом у меня все желаю вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока 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 я